Всем доброго дня! Изучаем английский язык по учебнику Spotlight 3 класс. School subjects. Школьные предметы. School subjects. Задание первое. Listen and repeat. Послушай и повтори. English. Математика. Geography. Physical education. Физкультура. А сокращенно PE. History. История. History. Science. Наука. Science. Art. Искусство. Art. Music. Музыка. Music. Задание второе. Which subjects do you have at school? Какие предметы вы имеете или у вас есть в школе? Вот вариант ответа. We have. Мы имеем. Или у нас есть. У вас наверняка есть английский. We have English, maths, geography. Географии. Конкретно у вас в третьем классе географии нет. Но вообще-то в школе она преподается. PE. Физкультура. У вас есть физкультура. History. История в школе тоже есть. У вас нету в третьем классе. А вот предмета science, наука, в школе вообще нет. Ни в каком классе. Art. Это изо. Изо-то у вас точно есть. И music. То есть у вас в третьем классе English, maths, PE, art and music. We don't have. Мы не имеем. Или у нас нет. Ну вот у вас нет science, науки. И в третьем классе у вас пока еще нет geography and history. То есть можно написать три предмета. We don't have geography, запятая, history and science. And это и. Are they the same or different? Они одинаковые или разные? Ну, разные, конечно. They are different. Чит-чет. Болтовня. Разговор. What's your favorite subject? Какой твой любимый предмет? Вот другой отвечает. B. Art. Изо. What about you? А что насчет тебя? I like music. Я люблю музыку. Read and say. Прочитай и скажи. I am Bob. I am Bob. Здесь нам показывают сокращение. Сокращение английских слов. Слово M на русский язык не переводится. Говорят его с местоимением я. По-английски я это I. I am Bob. В принципе, M можно перевести как есть. I am Bob. Я есть Bob. Ну, мы так по-русски не говорим, поэтому M на русский язык не переводится. Но писать надо обязательно. А вот так англичане сокращают слово M. Им лень писать полностью такое длинное слово M. И они вот так его сокращают. Сверху ставят запятушку. Запятушка называется апостроф. И потом M. I am Bob. What's your name? What is your name? Is. Is говорят, когда единственное число. Когда кто-то один. Вот тоже его сокращают. Видите как? Запятушка, которая сверху называется апостроф. И буква С. What's your name? Is тоже переводится есть или находиться, как и M. То есть, какое есть ваше имя? What is your name? А сокращенно what's your name? Еще есть R. Его тоже сокращают. Пишут апостроф, запятушку и две буквы. Вот это Р и Е. R говорят, когда множественное число. То есть, когда я, говорят M. Когда кто-то один, говорят IS. Когда много, говорят R. Здесь R, правда, не написали. Но, вообще-то, мы и в прошлом году встречались со словом R. Все эти слова, и M, и IS, и R, на русский язык не переводятся. Но, вообще-то, можно перевести. И M, и IS, и R переводятся есть или находиться. Например, I am in the room. Я нахожусь в комнате. Когда я, пишем M. He is in the room. Он находится в комнате. Он один, пишем IS. They are in the room. Они в комнате. Когда много, говорят R. Третье. He is twelve. He is twelve. Ему двенадцать. В смысле лет. I am in year eight. Я в году восьмом. Это значит, что мальчик уже восемь лет учится. Это не значит, что он в восьмом классе. Это значит, что он восемь лет учится, начиная с детского сада. Потому что в Англии дети начинают учиться еще в детском саду. Пятое. What is this? Что это? Шестое. My name is Peter. Мое имя – Peter. Седьмое. They are at school. Они в школе. Вот видите, вот это самое are. They are at school. И восьмое. It's a ruler. Это линейка. Пятое. Read and answer the questions. Прочитай и ответь на вопросы. Questions – вопросы. А question – вопрос. Hello. Привет. My name is Larry. And I am nine. Меня зовут Лэри и мне девять. Я в пятом году, то есть пять лет уже учусь в школе. Я люблю историю, физкультуру и математику. Но мой любимый предмет – изо. What about you? А как насчет себя? Лэри. Лэри. Ответим на вопросы. How old is Larry? Сколько лет Лэри? How old is – это сколько лет. How old is Larry? Сколько лет Лэри? Ну вот, Лэри пишет, что ему девять. Лэри из... Найн. Девять. Лэри из... Найн. What year is he in at school? Второй вопрос. What year is he in at school? Какой год он находится в школе? Ну вот, он пишет, что он уже пять лет находится в школе. He is in year five at school. Писать надо he, он. He is in year five at school. Третье. What's Larry's favorite subject? Какой Лэрин любимый предмет? Ну вот, он пишет, что его любимый предмет – изо. Искусство. Art – это вообще-то искусство. Но у нас в российских школах говорится изо. Можно сказать так. His favorite subject is art. Или просто. Favorite subject is art. Его любимый предмет – изо. Шестое задание. Портфолио. Now write an email about yourself. Сейчас напиши email о себе. Как мы могли бы написать такое вот сочинение, такой вот имейл? Hello. Привет. My name is… Ну а дальше пишите ваше имя только английскими буквами. Например, Петя или Оля или Света. Прямо английскими буквами так и пишите. С-В-Е-Т-А. Я же не знаю, какие ваши имена. And I am… и мне… Тут пишите цифру, сколько вам лет. Если вам 9, ставьте цифру 9. Если 10, ставьте цифру 10. Я в третьем классе в школе. I like art. Я люблю изо, пи-и, физкультуру, and English и английский. But my favorite subject is music. Но мой любимый предмет – музыка. Ну а дальше напишите свое имя. Конечно, если вы любите какие-то другие предметы, вы можете здесь написать какие-то другие предметы. Я написала примерное… примерный email. Седьмое задание. Let's play. Давайте поиграем. Guess the subject. Угадай предмет. Music. Музыка. Look, read and match. Первое задание. Посмотри, прочитай и найди, какая картинка чему соответствует. Stand up. Встань. Stand up. Вот эта картинка. Буква B. Sit down. Сядь. Sit down. Вот. Open your book. Открой свою книгу. Open your book. Вот. Close your book. Закрой свою книгу. Close your book. Вот. Clap your hands. Похлопай в ладоши. Вот. Clap your hands. Stamp your feet. Потопай своими ногами. Стэмп your feet. Вот. Задание второе. Sing along. Спойте вместе. Come on, everybody. Давайте все. Come on, everybody. Давайте все. Stand up. Stand. Встанем. Стэмп your feet. Потопаем своими ногами. And clap your hands. И похлопаем своими руками. Come on, everybody. Давайте все. Sit down. Sit. Сядем. Сядем. Clap your hands. Похлопаем своими руками. And stamp your feet. И потопаем своими ногами. Читаю еще раз без перевода. Come on, everybody. Stand up. Stand. Стэмп your feet. And clap your hands. Come on, everybody. Sit down. Sit. Clap your hands. And stamp your feet. Fun at school. Развлечение в школе. Fun with numbers. Развлечение с числами. Задание третье. Read the example and have fun with numbers. Прочитай пример и поразвлекайся с цифрами. What to do? Что делать? То есть вот это вот пример. Example. Пример. Your turn. Твоя очередь. Try again with a new number. Попробуй снова с новым номером или с новым числом. Choose a number. Выбери. Choose. Выбери. A number. Число. С одного до семи. Вот. Пример. Выбрали число семь. Add. Five. Добавьте. Приплюсуйте. Пять. Семь плюс пять. Получается двенадцать. Добавьте четыре. К двенадцати добавить четыре. Получается шестнадцать. Сикстин. Тейк эвэй ту. Уберите два. Получается четырнадцать. Фортин. Эд сикс. Добавьте шесть. Двадцать. Уберите первое число. Вот это. Из двадцати надо отнять семь. Answer. Ответ. Тринадцать. Тринадцать. Задание четвертое. Match the pictures to the correct shapes. Выбери картинки правильных, правильной формы. Correct. Это правильный. Triangle. Треугольник. Triangle. Circle. Круг. Circle. Square. Квадрат. Square. Ну вот это треугольник. Triangle. Это круг. Circle. Это коробка. Square. Квадратное. Square. Солнце круглое. Circle. Окно квадратное. Square. И кусок сыра треугольный. Triangle. Triangle. The toy soldier. Игрушечный солдатик. Daddy. Папа. Here is a toy for my little boy. Вот игрушка для моего маленького мальчика. A toy soldier for you. Игрушечный солдатик для тебя. And his jacket is blue. И его жакет, кофта, синий. William. William это имя. Так зовут мальчика. Thank you, daddy. Спасибо, папа. He is very nice. Он очень хороший. He's got dark hair. У него тёмные волосы. And big brown eyes. И большие коричневые глаза. Читаю ещё раз без перевода. Here is a toy for my little boy. A toy soldier for you. And his jacket is blue. Thank you, daddy. He is very nice. He's got dark hair. And big brown eyes. Daddy. And what have I got? И что у меня есть? For my little rose. Для моей маленькой розы. She can dance on her toes. Она может танцевать на её пальчиках. Rose. Роза. Девочку так зовут. Thank you, daddy. Спасибо, папа. She is beautiful too. Она красивая тоже. She's got a pretty pink skirt. У неё хорошенькая розовая юбка. And pretty pink shoes. И хорошенькие розовые туфли. Читаю ещё раз без перевода. And what have I got? For my little rose. A ballerina. She can dance on her toes. Thank you, daddy. She's beautiful too. She's got a pretty pink skirt. And pretty pink shoes. Activities. Module 1. The toy soldier. Игрушечный солдатик. Read and say yes or no. Прочитай и скажи да или нет. По стихотворению, которое мы только что читали. Первое. William has got a toy soldier. У Вильяма есть игрушечный солдатик. Есть. Папа подарил. Так что скажем yes. Второе. The toy soldier has got big green eyes. У игрушечного солдатика большие зелёные глаза. Нет, это неправда. У него были коричневые brown eyes. Так что ответим no на второе предложение. Третье. The toy soldier has got a black jacket. У игрушечного солдатика чёрный жакет. Нет, у него был синий жакет. Blue jacket. Так что ответим no. Четвёртое. The ballerina can dance on her toes. Балерина может танцевать на её пальчиках. Да, может. Yes. И пятое. Rose has got pretty pink shoes. У Rose есть хорошенькие розовые туфли. Нет, это не у Rose. Не у Розы. Это у балерины. Так что ответим no, нет. Задание второе. Copy the thank you letters and complete them. Скопируй спасибо и дополни их. То есть письма с благодарностью и дополни их. Dear. Ну, дети везде говорили daddy. Папа, они же папу благодарили все, потому что папа им подарки принёс. Так что сюда будем вставлять слово daddy. Dear daddy. Дорогой папа. Thank you for my new... Спасибо за моего нового солдатика. Soldier. Thank you for my new soldier. Спасибо за моего нового солдатика. He is very nice. Он очень хороший. Love с любовью. William. Мальчика звали William. William. Второе. Dear. Ну, тоже daddy, потому что папа дарил подарки. Thank you for my new ballerina. Ballerina. She is beautiful. Она красивая. Love. Rose. С любовью, Роза. Spotlight on the UK. Учебник Spotlight в Великобритании. Великобритания, иначе говоря, Англия. Это та страна, где говорят на английском языке. Вот мы с вами английский язык и учим. Schools in the UK. Школы в UK. В Англии. Read and find the age. Прочитай и найди возраст. Age. Это возраст. Age. Many children in the UK start nursery school at the age of three or four. Много детей в Англии, в Великобритании, ну или в UK начинают детский сад в возрасте трёх или четырёх лет. Nursery school – это то, что у нас называется детским садом. All children start primary school when they are five and spend six years there. Все дети начинают начальную школу, когда им пять и проводят там шесть лет. Some children in primary schools wear uniforms. Некоторые дети в начальных школах носят форму. Name of school – название школы. Nursery school. Ну, по-русски это детский сад. Age. Возраст. Three or four. В начальную школу дети идут, вернее, в детский сад идут в возрасте трёх или четырёх лет. Three, three or four. Четыре. Primary school. Ну, по-русски это начальная школа. Туда дети идут в возрасте пять лет. Five. Пять. Now I know. Теперь я знаю. Look and write. Посмотри и напиши. School. Школа. Book. Book. Книга. Book. 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 Ruler. Линейка. Ruler. Школьный портфель. School bag. Карандаш. Pencil. Стёрка. Rubber. Задание второе. Look and write. Прочитай и напиши. Вот цифра тринадцать. 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 Двадцать. Твенти. Восемнадцать. Эйтин. Одиннадцать. Элевен. Четырнадцать. Фортин. Пятнадцать. Фифтин. Двенадцать. Твелв. Read and choose. Прочитай и выбери. What your name? Или what's your name? Правильный ответ B. What's your name? Второе. What's this? Что это? Или просто. What's this? Правильный ответ A. What's this? Третье. This is my pet, Джесси. This is my pet, Джесси. Правильный ответ B. This is my pet, Джесси. Вот это. Четвёртое. It's a pen. Это ручка. It's a pen. Правильный ответ вот он. B. It's a pen. Везде должно быть из. 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 Вот это тоже из, только сокращённое. Тут тоже из. Сокращённое. А тут не сокращённое из. Вот везде, где из, везде правильные ответы. Где их нет, везде неправильные. Но это не везде так. Но конкретно в этом упражнении так. Четвёртое. Read and answer about yourself. Прочитай и ответь про себя. What's your name? Как ваше имя? Отвечать будете. My name is. И дальше ваше имя. My name is. Петя. Или my name is. Олег. Или my name is. Игорь. My name is. Саша. My name is. Даша. И так далее. Второе. How old are you? Сколько вам лет? Отвечать будете. I am nine. Ну, можно, если вам девять лет, то тогда I am nine. А если вам десять лет, I am ten. What's your favourite subject? Третий вопрос. Какой ваш любимый предмет? Отвечать будете. My favourite subject is music. Мой любимый предмет – музыка. Или my favourite subject is art. Мой любимый предмет – искусство. Четвёртое. Read and write the names of the school subjects. Прочитай и напиши название школьных предметов. Hello. Привет. My name is Tim. Меня зовут Тим. I am in year six at school. Я уже шесть лет в школе. I like maths. Я люблю математику. Science – науку. Art – искусство. And geography – географию. Но мой любимый предмет – музыка. What about you, Тим? Значит, maths, science, art, geography. Но мой любимый предмет – музыка. What about you, как насчёт себя, Тим? Now I can. Сейчас я могу. Talk about my school. Говорить о моей школе. Count. Считать. One – twenty. Write about school subjects. Написать о школьных предметах. И я контролирую.